Всем качан! Наконец-то мы дошли до моей самой любимой темы. Это корейские сериалы, или как их называют, дорамы или кей-драмы. Так что подписчицы канала, этот видос создан специально для вас. Я обожаю дорамы и смотрю уже их почти 5 лет. Всё началось с кпопов этих ваших, и после решил глянуть, что это такое дорамы. Я сразу же на них подсел. Реально, зараза, прям как аниме. Затягивает всё сильнее и сильнее. Я вообще люблю почти всё корейское. Игры, шмот, музыку, доширак бульдаковский. Правда, после него потом рот и жопа горела. Этот корейский вайб, эстетика, прекрасные виды, которые узнаёшь сразу же. Химия между парочками ГГ, их чувства, переживания. Короче, любовь, романтика, которой у меня, скорее всего, никогда не будет. Или наоборот, хорроры, страшилки, триллеры, которые я не совсем люблю. Дорамами обычно называют азиатские сериалы. Это корейские, китайские, японские и другие. Но я пока что остановился только на корейских. Так что видосов не ждите. Автор обдорамился, обкейпопился и обкореился. Конечно, я не смотрю дорамы каждый день. Кому я вру. Но бывает, засяду на парочку раз в месяц. Одна серия в дорамах обычно по часу. Из серий штук по 16, 12 или 8. Может, даже 24 и больше. Но обычно 16. Спасибо, что никак в великолепном веке 139 серий. Мои самые любимые актёры это Лида Нук, Джи Ча Нук, Пак Мин Йон, Ким Сэ Джон, Пак Со Джун и Ким Дами. Очень часто я встречаю одних и тех же актёров в дорамах, особенно в массовке. Всяких тёть, дядюшек, бабушек, оппы. Моя первая дорама это Хиллер. Шпионский боевик с романтикой, где главный герой Сыч работает шпионом-курьером вместе с тёткой. Знакомится с Тянкой, а там пошло-поехало. Но концовка мне не зашла. Хотелось бы более развернутую. Особенно за 20 серий-то. Именно Хиллер сподвиг меня начать смотреть дорамы. Необычный адвокат Уя Ну, посвященный девушке с синдромом Аспергера, что мешает ей коммуницировать с остальными. Чисто ламповая дорама с романтикой. Протянку с особенностями, которые пытаются вникнуть в общество. И ты вон класс. Пожалуй, одна из лучших дорам, которую я смотрел. Где главный герой вначале теряет всё из-за плохишей. А потом встаёт на ноги, находит друзей, открывает бизнес и побеждает этих плохишей. Люблю такие дорамы. Пак Саджун даже попал в Голливуд после этого. Настолько он крут. Первые три серии, правда, довольно тягомотные и грустные. Но хорошо, что не дропнул. А так, чисто хорошие воспоминания у меня от этой дорамы. Круглосуточный магазин Сэдбёль. Средненькая дорама про работу в корейской круглосутке. Где происходит событие и завязывается романтика. Очень слабо показали отношения главных героев. Только за второстепенными было интересно наблюдать. Чудесный слух. Прикольная дорама про пацана, который получил силу сражаться с злыми духами. Он вступает к другим охотникам в команду. Каждый со своей уникальной способностью. Понравилась холодная брутальная тяночка. Недавно вышел и второй сезон. Но он мне как-то не зашёл. Первый мне понравился больше. Коснуться твоего сердца. Про няшку-милашку актрису, которая устраивается ради роли в кино. Временно на работу помощницей к холодному адвокату. Но своей милотой и добротой в итоге охлаждает его сердце. Короче, милая дорама про любовь. Истинная красота. Дорама про тяночку, которую все избегали и травили из-за её внешки. Как же я её понимаю. Но когда она начала краситься, сменила стиль одежды и перешла в другую школу, все сразу же начали к ней притягиваться. И никто не знает, что с ней было в прошлом. Кроме одного чела главного героя, которому она должна прислуживать. Чтоб молчал. Вот же абьюзер. Есть и второй чел Краш Биас ГГ, который не знает о её прошлом. Но тоже влюбляется в неё. Он гораздо круче первого, на мой взгляд. И действительно заслуживает её сердце. Но как известно, в сериалах побеждает в треугольнике тот, кто центральнее в роли и чаще тусуется с главным героем. Думуете. Отель Дель Луна. Дорама, которую я не досмотрел. Очень уж она тягомотная. Главная героиня холодная и вредная. А герой терпила. Очень скучно смотреть по 5 минут тупо на локации. Мой третий сортный путь. Про двух близких друзей. Тянучка, которая хочет стать журналистом. И туго-думный спортсмен Альфач. Где дружба плавно перетекает в любовь. Что случилось с секретарём Ким. Дорама про самовлюблённого президента компании. Его секретаря. Который умеет терпеть и работать с такими, как он. Она решает уволиться, но в итоге, как всегда, любовь. Моя жизнь снова. Офигенная Дорама. Из того же разряда, что и Телон Класс. Главный герой лишается всего и проигрывает. Но судьба даёт ему второй шанс всё исправить и стать лучше. Он возвращается в детство, становится хитрым. Прокачивает навыки, находит новых знакомых. Тяночки интересуются им. Короче, становится Альфачом и побеждает всех умом и хитростью. Аварийная посадка любви. Комедийная Дорама, где девка из Южной Кореи попадает случайно в Северную. Знакомится с солдатом и у них случается морков. Забавная Дорама. Думал будет триллер, но нет. Чисто почилить и поржать пойдёт. Особенно, когда челики на время Северной попали в Южную и удивляются происходящему. Стартап. Годная Дорама про целеустремлённых челов, которые пытаются подняться по жизни. Втирая свой стартап на конкурсе. Прям реально замотивировало. А ещё классный саундтрек. Да вообще, во многих Дорамах классные саундтреки и лежат в моём плейлисте. В одной даже трек Айзуан слышал. Эх, моя любимая распавшаяся группа. А ещё и BTS слышал в какой-то. Наблюдатель. Тягомотный триллер, где хрен пойми кто убийцы. Просто каждую серию кого-то грохают и всё. Поэтому под конец дропнул, ибо скучно. Наше любимое лето. Дорама посвящена паре, которые ненавидели друг друга в школе и обещали больше никогда не встречаться. Но увы, их позвали сняться в школьном фильме. После этого ситуация изменилась. А ещё любовный треугольник. И интересные второстепенные персонажи. Её личная жизнь. Ламповая романтическая дорама про парочку, работающую в арт-галерее. Героиня лютая фанатка айдола. И как всегда няша. А герой сам по себе знаменитость. Уборка со страстью. Про ГГ Чистюлю, возглавляющий компанию по уборке помещений. А ещё боится испачкаться. Лютый мизофоб. И про обычную энергичную тянку, которая помогает ему справиться с этим. Силачка До Бонсун. Наконец-то нормальная дорама. Про сильную девушку. Правда по её виду не скажешь. Она спокойно разбирается с любой тяжёлой работой. И любыми треугольниками с парнями. Лучший хит. Про популярного музыканта ништяка, который попал из 90-х в настоящее время. И уже никому нафиг не нужен. Находит сына рэперка и отжимает у него девушку, которую он любит. Ну батёк даёт. И мать, и девушку сына. Показал звездюку, кто тут батя. А ещё классный саундтрек с Чангмо. Приморская деревня Ча-Ча-Ча. Девушка-стоматолог переезжает жить в Геленджик. Ой. В Приморскую деревню. Пытаясь там открыть свою клинику. Но просрала всю репутацию. Знакомится с главным мачо на районе. И любимцем деревни Душиком. Крутой чувак. И имя смешное. Ну а дальше и так понятно. Чисто сельская романтика в деревне. Деловое предложение. Дорама, где героиня, притворившись своей подругой, сходила на свидание и сразу же получила предложение выйти замуж. А он начальник героини на работе. Чисто романтическая комедия почилить. Беги. Дорама про переводчицу фильмов и бывшего атлета, которые встретились в необычный период их жизни. Когда тот решил оставить спорт и найти своё счастье. Но в итоге нашёл. В виде тянки. Счастье. Дорама про зомби и мозги кушают апокалипсис. В изолированном районе, где людям приходится выживать в хате, отбиваясь от них. При этом выясняя отношения друг с другом. В принципе, годная Дорама. Заставляла даже понервничать. Игра в кальмары. Тут я просто промолчу, без комментариев. Но Дорама мне понравилась. Жду продолжения. Любовь по контракту. Дорама про тянку, которая работает с женой на некоторое время для других мужчин. Звучит, конечно, не очень. Сразу вспомнил аниме девушка на час. Тоже звучит не очень. Где затевается любовный треугольник между скромным душным челом, который любит просто похавать вместе, и крутым добрым челом. Но, увы, как всегда. Главный герой просто не какущий. Максимально неинтересный. Только ради няши и 2-го ГГ досмотрел. Муж на 100 дней. Историческая Дорама, где принц королевских кровей чуть не погибает, теряет память и попадает к обычным крестьянам в деревню, где живёт с главной героиней. Но королевские замашки у него всё же остались. Поэтому странный для всех. Поржать и почилить пойдёт. Прогноз погоды и любви. Дорама про синоптиков, где опять же роман на работе. Я же главный фанат Дорам про отношения на работе. И вот этой няши. Моё сердце бьётся. Посвящено вампиру, который хочет стать человеком. Ради этого он лёг спать на 100 лет. Но ему не хватило одного дня. Потому что какая-то рандомная тянучка героиня его разбудила и отжала хату. Поэтому пускай терпит и встречается с ним. Пугающее сожительство. Дорама про Кумихо, который тоже хотел стать человеком. Но из-за тни, которая проглотила его бусинку, он будет с ней жить вместе и пытаться как-то её достать. Скажи, что это любовь. Тут главная героиня теряет дом из-за женщины, которая совратила батю. Поэтому она идёт устраиваться в ту компанию тётки, причинившая ей боль. Но как неожиданно, она испытывает чувство к герою, который является сыном женщины, которая их кинула. Теперь можно и забить на месть. Встретимся в моей девятнадцатой жизни. Дорама про девушку, у которой есть способность перерождаться и помнить свои прошлые жизни. В восемнадцатой она была влюблена в пацана, но увы, она откинулась в аварии, а он остался жить. Поэтому в девятнадцатой она перерождается и пытается вернуться к своему прошлому возлюбленному. С раненым и охладевшим сердцем. Неплохая ламповая дорама про любовь, заставляющая задуматься и даже поплакать. Король земли. Дорама про работу в топовом отеле, куда с детства хочет устроиться главная героиня из обычной семьи. А главный герой брутальный, холодный, чей свой управляющий. В начале между ними ссора, агрессия, ненависть, а потом, как всегда, любовь. Сейчас я вам расскажу в большинстве случаев типичный сюжет романтической комедийной дорамы. В начале главные герои незнакомы друг с другом и пересекаются к середине или концу серии. Дальше они начинают друг друга ненавидеть или относиться холодно. Но из-за каких-либо внезапных ситуаций они постоянно пересекаются, конфликтничают и в итоге начинают потихоньку открываться друг к другу. Часто видятся, узнают друг друга, уже появляется интерес. И как минимум с шестой или восьмой серии они начинают встречаться, первый поцелуй, любовь, любовь, вечные свиданки, посиделки, побухалки. И ближе к концу сериала, из-за какой-то фигни или ситуации, они на время, обычно на одну серию, расстаются. Где плачутся, грустят, страдают. Но в последней серии, спустя какое-то время или даже лет, они обязательно мирятся и возвращаются друг к другу, живя счастливо. Приятного просмотра. А еще забыл сказать, в дарамах постоянно бухают, особенно Соджу. Осуждаем алкоголь. Парадокс убийцы. Одно из последних, что почти досмотрел. Я думал это триллер-хоррор-страшилка про маньека. Но это самая ржачная комедия, что я только видел. Где обычный чувак, по каким-то хрен пойми обстоятельствам, каким-то бокам, случайно убивает людей. Даже этого не хотев. Так еще и следы смешным образом исчезают. Из-за чего его не могут поймать. И сдаться не может. Даже если сильно захочет. Потому что все идет, как всегда, через жопу у него. Второй главный герой, брутальный, крутой мужик-детектив. Пытается его поймать. Вечно жует жвачку и подозревает. Так что, если хотите поржать с тупости и нелогичности, то эта дарама самое то. Конечно, список не такой большой, как с аниме. Но дарамщиком, я думаю, меня назвать можно. Обычно дарамы смотрят девушки, пацаны гораздо реже. Так что я главный дарамщик на этом ютуб-канале. Не особо не с кем было обсудить дарамы, кей-поп. Вот это вот все ваше корейское. Поэтому делюсь этим с вами. Если дофига интересно, могу рассказать, что слушаю из кей-попа. Ведь коллекция у меня уже неплохая. Также люблю манху, это корейская манга. Может, в будущем еще что-то запилю корейское. Также я мечтаю слетать в Южную Корею, сделать влог, найти необычные вкусняшки, похавать жрачку, посетить интересные места. Некоторые места даже из дарам. Но цену туда лететь это жесть. А с вами был анимешник Дарамщик 2007. Ставим классы, лайки, подписки, колоколью, чтоб канал ожил. Смотрите ролик про аниме и про мою любимую музыку с Микой Хатсуны. Спасибо спонсорам за поддержку. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!